Слава Украине! Привет всем от Полонского! Есть очень интересные новости для тех, кто хочет на России смертной казни, а также для тех, кто вел вот эти электронные повестки, сделав фактически крепостными рабами всех остальных, и считая, что они поступили очень мудро и умно. Кстати, против вот этих вот идиотских российских повесток выступил всего лишь один депутат, я так понял, это Нарусова или Нарусова, это, по-моему, мама этой Собчачки, да. Вот только она проголосовала против, за что ее, кстати, хотят теперь лишить депутатства или что такое, или лишить права голоса. Ну, вы понимаете, в какой стране они живут, и тут все, как говорится, более чем очевидно, но я не об этом. Вот этим всем голосовальщикам за смертную казнь, за крепостное право и т.д. и т.п., им, наверное, стоило бы вспомнить два события, которые уже были в мировой истории, и просто показывают, что с такими людьми происходит. Первое, это французская революция, ой, что ж прошлого, позапрошлого века, которая сожрала просто-напросто вот этих всех рабеспьеров, которые ее проводили, правильно? Помните? Вот, они, сначала они порубали головы королям, были дико довольны, ну, может быть, и правильно порубали где-то, я же не буду их там обвинять, потому что... Такие времена были лихие. Но, вот эти лихие времена потом тачанкой проскакали прямо по этим вот людям, которые это все делали, и их всех обезглавили на той же самой гильотине, на которой обезглавили в свое время королей. Замечательно, да? Помните этот исторический пример? Очень поучительный, очень показательный. И второй пример, это... Судьба двух сталинских негодяев, это Берии и Меркулова, которые убивали-убивали людей. Меркулов тут вообще требовал у Сталина вернуть смертную казнь, что и было сделано, собственно говоря. Вот, и они так потешались, им было так весело, и Берии, и Меркулову. Кончилось тем, что одного, вы помните прекрасно, расстреляли в 1953-м, а другого расстреляли в 1954-м году. Упс! Вот-то я об этом, да. То есть, награда нашла героев. И вот эти вот дурачки, которые сегодня так активно продвигают смертную казнь на России, от этого не совсем адекватного Соловьева с Морданом и до вот этих депутатов, как его там, Картопопов или Картошкин, не помню. Им всем нужно очень хорошо помнить вот судьбу, судьбу вот предыдущих таких же вот держиморд, как они. Дело в том, что так называемая Россия, это такая, знаете, страна, в которой перевороты случаются вот так вот. Их даже не ожидаешь. Ими даже не пахнет. И они вроде и не на повестке дня. А вот бац и нету. Вот и Хрущева нету. Вот и Андропова нету. Вот и Павла Первого нету. Просто вот так вот. Бац и нету. С утра ничего не говорило о том, что будет переворот. Бац уже и нету. Ну, как-то так, да. И потом, потом не обижайтесь. Дело в том, что вы сами понапринимали законов, по которым вас же самих потом и будут судить. Но это совсем другая история. Слава Украине!